Вчера мы поработали с ландинизмой памяти, вечером у нас был день исключений. Второй блок, который мы с Вами делали, это самостоятельная работа над вопросами, поставленные на исследование. И сегодня мы начинаем открывать эти карты, начинаем открывать исследовательские обрабатывающие машины и как учить. То есть при формальной науке мы пойдем с конца в начало или сверху вылететь. Берем высший уровень обрабатывающей машины, он называется ОКО. То есть механизм ОКО это высшая обрабатывающая машина в кругу памяти. И проходим ее в углубленном варианте в виде обрабатывающей машины в течении целого дня. То есть сегодня за день мы должны изучить полностью ОКО в обрабатывающем варианте. В первую очередь, что бы я попросила Вас сделать. У Вас есть материалы, на которых изображен весь инструментарий. Мы вчера пользовались уже в Киеве. Смотрели и полно диапазонные технологии были в подфорье. Сегодня мы будем заниматься ОКО. Обратите внимание, ОКО у Вас состоит как бы из двух частей. Первая часть лицевая, это реализационный вариант. То есть как делается упражнение. Когда Вы перевернете и уберите, что на обратной стороне есть некие выводы, некие пункты объяснения. Это, собственно, и есть объяснение того, что нам позволяет сделать комплекс ОКО. Поэтому Вы можете запастись, так сказать, сопряженным материалом. И мы сейчас как раз в контексте этого и будем работать. Итак, начинаем. На ПТК 1 ОКО 16 точек. Смотрим, проверяем, как выполняется упражнение в реализационном варианте. Задача. Расставить 16 точек в пространстве. Можете ставить где угодно. Можете ставить на стенах. Можете ставить за стенами этого помещения. Можете вообще поставить одну точку на Эхтовой пашне. Другую точку на носу Статуи Свободы. Третью точку на носу Фермиды Фиопса, Сфинкса и прочее. И так, пока Вы не поставите 16 точек, у Вас не возникнет объема. Задача расставить 16 точек. Получить в итоге объем. Что здесь делать не нужно и нельзя ставить точки методом геометрических фигур. То есть рисовать треугольники, треугольники, точки ставим хаотично. Держим все внимание. Что нам в первую очередь дает это упражнение? Это упражнение позволяет понять, что значит работать с геометрией. Это согласно с геометрией. Более того, когда Вы выполняете это упражнение, Вы можете посмотреть на эту геометрию с разных сторон. Вы можете быть внутри геометрии. Вот Вы расставили 16 точек в объеме этой комнаты и смотрите. А Вы же можете выйти вне этого объема и посмотреть со стороны улицы на этот объем составленный из 16 точек. Или наоборот поменять. Что еще мы можем делать? Мы можем объем геометрии увеличивать и уменьшать. То есть можем его регулировать. Мы можем смещать и возвращать обратно. И самое главное, что здесь на начальном этапе необходимо как бы сделать, это увидеть разницу. Как выглядит разница, если Вы смотрите, находитесь внутри объема или если Вы находитесь во вне объема. Это упражнение знакомит человека с его энергетической и динамической составляющей. Если Вы возьмете таблицы, Вы обратите внимание на то, как выглядит энергетическая и динамическая составляющая. То есть вот объем, который Вы взяли, построили методом 16 точек. Вы можете находиться внутри этого объема, Вы можете находиться в угле. Говоря об устройстве динамической составляющей, мы знаем, что здесь мы имеем дело, во-первых, с клинами. Клинья, с механизмами управления дистанцией, с механизмами управления плоскостями и с механизмами управления точками опоры. Чему позволяет научиться это упражнение? Оно позволяет научиться работать с энергетической, динамической составляющей в комплексе. То есть Вам не надо думать, где клинья, где плоскости, где дистанции, как этим управлять. Потому что Вы управляете всем воедино, целостно. Сразу берете цельный объем. То есть первое, научимся работать со всеми элементами двигательной динамической составляющей. Когда кто-то задается вопросом, двигательная динамическая составляющая – это энергетическая составляющая человека. Это следующая составляющая после физики. То есть физика, физическое тело – это уже конец рычага. Это самый конец. Внутри, дальше, больше ничего нет. Все остальное напротив – во-вне человека. И вот следующее тело, после физического, которое во-вне его – это и есть энергетическая или динамическая двигательная составляющая. Это все, что Вас окружает. Вот. 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 Все, что Вас окружает. Двухтат. Что это значит? Мы можем быть ограничены меньшим объемом физического зрения, чем наша динамическая составляющая. Той. Вы же знаете, что есть вот эта комната, потом пансионат, потом все, что за пансионатом. И в любом случае Вы можете видеть свою динамическую составляющую, то есть сферу своего влияния, где Вы можете что-то сделать в этой комнате. Но она может и больше быть наша. То есть у человека динамическая составляющая по размеру его от 3 до 25 метров и может достигать ленинный горизонт. То есть есть люди, у которых 3 метра, есть у которых 7, 15, 20, 25. В среднем у человека где-то 25 метров. В среднем у человека меньше, чуть больше. При этом можно достигать ленинный горизонт. Поэтому есть человек, у которого она достигает ленинный горизонт по размеру, а он сидит. То есть она имеет что? Механизм меньше становится и больше по его желанию. Или за счет электрикального в автоматике. То есть вот это надо как бы понять. Что она не обязательно статического положения находится. Потому что динамическая составляющая, вторая составляющая, она имеет и диаметрически уменьшаться, увеличиваться и тиражироваться. И менять свойства. То есть одна будет на двух кругах. Поэтому, обратите на это внимание. То есть составляющая может увеличиваться, уменьшаться, Вы как раз геометрически над этим можете поработать и проверить. Вы же можете увеличить глобус, да, как на тот шарик или напротив уменьшить. Следующий момент, когда мы знакомимся с устройством динамической составляющей. Здесь необходимо понимать, что помимо системы эшелонированной обороны, у нас есть две геометрических системы. Собственно, объем, который Вы взяли зрением. И объем, так называемой, пятой колонны. Что такое пятая колонна? Это состояние до поединка. Это объем, так сказать, всех тех людей, всей силы сопротивления. Все, что не получается. Все, чем человек, по сути, не управляет. И когда мы работаем с этими составляющими, то мы, во-первых, видим, что энергетическая составляющая достаточно сложно устроена. Здесь целых шесть компонентов, да. Внешняя оболочка, пятая колонна какая-то, еще четыре штуки, которыми надо управлять. Но при этом статическими, то есть неотъемными частями двигательной составляющей являются только вот эти две геометрические вещи. Сам объем энергетической составляющей, вот этот глобус, который Вы взяли. И пятая колонна, в которой Вы можете находиться, а можете не находиться. То есть не обязательно находиться в состоянии до поединка. Зачем весь наработок, правильно? Можно управлять себя со стороны. И не иметь к делу, так сказать, конкретного личного отношения. Так вот, вот эти две составляющие. Раз и два. Вот это составляющие статические. То есть они постоянные, они зафиксированы. А вот эти составляющие, по сути, говорят нам о неких механизмах. Но раз речь идет о механизмах, то значит у нас речь идет о более высоком диапазоне. Потому что механизмы, как известно, это категория умного зрения. То есть здесь познакомимся в том числе, что энергетическая составляющая имеет такое устройство в силу вышестоящих диапазонов. Следующий диапазон, который вовне и позволяет работать вот с этим глобусом, это диапазон умного зрения. Зачем человеку умное зрение? Умными глазами он видит механизмы реализации. То есть как сделать. Грубо говоря, вот задача, да, заключить контракт. Вот есть вы, есть потенциальный, так сказать, товарищ, с которым будет контракт. Но как заключить его, это нужно увидеть. И вот увидите этот механизм, как, вы можете только умным зрением. Вот эти четыре механизма умного зрения, они и ретрансформируются в энергетическую двигательную составляющую, мы их воспринимаем как клинья, вот эти отсекатели, да, о которых мы говорили в первый день, как механизмы управления дистанциями, как реверсы, механизмы управления плоскостями и точками опоры. То есть одновременно, работая вот таким нехитрым упражнением, казалось бы, мы шестнадцать точек взяли, да, и получился аммион. Вы едем временно, учитесь смотреть и глазами энергетической составляющей, и глазами умной составляющей. А самое главное, вы тренируетесь видеть связь между этими двумя составляющими. То есть одновременно видеть и объем, и что происходит в объеме, и почему оно происходит именно так, а не как-то иначе. То есть следующий город, который можно было бы сделать, что мы тренируем? Умное зрение. Что мы тренируем? Энергетическое, реликвое. Самое главное, что это упражнение обеспечивает взаимосвязь умного зрения и энергетического зрения. И здесь мы на лицо видим проявление принципа МВЗ, который говорит, что все строится сверху вниз, согласно закону диапазона. С другой стороны, раз все строится сверху вниз, мы точно знаем вот эти механизмы. Есть следствие. Умная составляющая. Мы же видим еще все в объеме, в геометрии. А геометрия откуда берется? Значит она тоже сверху ее какой-то уровень строит? Конечно строит. Ее создает уровень эталонной составляющей. То есть если бы мы могли нарисовать, вот это вот человек, да, вот его физическое тело, физическая составляющая. Работая с этим упражнением, вы одновременно в комплексе работаете с тремя своими составляющими. Видите все это единовременно. Эталонная составляющая. Эталонными глазами вы видите геометрию. Умная составляющая. То, что позволяет увидеть механизм. И энергетическая составляющая или двигательная. Это та самая составляющая, которая возникает в результате взаимодействия вертикали и управления физикой. То есть у нас происходит переворот вертикального диапазона в горизонталь. И вы единовременно всю эту систему можете управлять. Зачем это все надо? В первую очередь это необходимо для того, чтобы человек понимал одну простую вещь. Видов зрения диапазонов существует несколько. Во-вторых, это тренировочное упражнение, которое позволяет сразу научиться брать более высокий рычаг. То есть, если я не могу увидеть, как у меня обстоят дела, я повышаю уровень решения задачи и сверху вижу всю систему. Если у меня не получается понять, какая роль, мне сначала нужно понять, как обстоят дела. Я беру объем. Беру этот замок. Следующий момент, который здесь важно учесть, это момент тренировочный. То есть, как известно, в зависимости от того, как человек может пользоваться механизмами своего ума, у него как бы и силой от этого возникает либо плюс, либо минус. То есть, если мы начертим естественный рак и повторение, вот наш диапазон ума. Как человек учится работать со своими нервизмами ума? Сначала вы учите работать с точками опоры, потом для него возникают дистанции, то у него возникают плоскости и площади, то возникает объем, упальная система координат, потом мы работаем уже с глобусной системой координат. Обратите внимание, вы, выполняя вот это упражнение, сразу переходите к работе с глобусной системой координат. А раз вы научитесь работать с глобусной системой координат, то согласно закону диапазона вы научитесь работать со всеми ниже стоящими системами. Ну и соответственно, раз человек может научиться брать разные диапазоны, да, он может взять диапазон ролевого моделирования, где работать. Правильно. Он может работать с кумбольными системами координат. Вот еще одна система координат. Сюда и вывод, что у нас это упражнение является мощным упражнением с точки зрения силовой тренировки. То есть, к какому уровню усилия вы можете причаститься? И в зависимости от того, какой рычаг силы вы можете брать, такую силу вы можете направлять на реализацию. И напрямую это показывает. Таким образом мы в том числе учимся работать со своим излучателем, да. В уме человека есть такая трубка. Излучатель называется. Вот как раз излучатель и отвечает за то, какое количество сил и усилия мы направляем на то или иное. То есть, эта трубка, она трубка только изначально. А форму геометричную она может принимать любую. Куку только можно себе варить. Понимаете, эта трубка, она может стать как абракадабра, как ежик. Любую форму может принять. И главное в трубку свернуться. Потому что она разворачивается вот так, в два конца, в разные стороны. То есть, взять трубку, как будто две трубки скручены. То одна крутится в одну сторону, в другую. Она разворачивается в два конца и может принять любую форму геометричную. И так же скручивается обратно в трубку. Если вы некоторое время, так сказать, поработаете с этим упражнением, то вы обратите внимание, какой силовой эффект это упражнение позволяет получить в колечном бутонке. То есть, геометриями можно делать, на самом деле, все что угодно. Вы можете увидеть, как люди взаимодействуют в созданной вами геометрии. Вы можете сами находиться в этой геометрии. Можете находиться вовне ее. Сюда у человека приходит понимание, что он может выбирать между тем, чтобы быть участником событий и чтобы быть зрителем и смотреть со стороны. Или, не просто зрителем, а управлять этим всем со стороны. И в том числе, посредством этого упражнения мы учимся это делать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok